И в связи со всем этим сотрудники наркоконтроля отправились в самарские школы, но не с проверкой, а для профилактики, чтобы рассказать о том, что такое хорошо, а что плохо и почему психотропные вещества лучше никогда не пробовать. Полицейские показали наглядно, что бывает, если к этим советам не прислушаться, и провели мастер-класс из служебных будней. Вместо долгих лекций, скучных таблиц и учебников вот такие видеоролики с черным юмором. Если вы будете употреблять наркотики, то вы просто сдохнете. Общение предельно откровенно, почти на равных, как уберечься от зелья, а также некоторые тонкости работы спецслужбы. Вот, например, так обнаруживают спрятанные наркотики и взрывчатку. Школьникам нравится почти как в кино. Только одно дело на экране, и совсем другое вот так, живьем. Ну, это гораздо интереснее, чем в кино показывают. Это как-то, когда сама увидела, как это делают, это гораздо интереснее смотреть на это. И смотреть, что на самом деле делают собаки каждые дни, как они ищут наркотики. И что им приходится делать для этого. Впрочем, хозяева перед гостями тоже в грязь лицом не ударили. Этот визит в гости не последний. Организаторы уверены, что подобные уроки помогают предотвратить саму проблему наркомании. Школьники в группе риска. Скрывать информацию от детей бесполезно. Это, ну, условно, когда закапывать голову в песок, то есть скрывать проблему. Поэтому, конечно, они должны знать об этой проблеме дети. Я считаю, вообще нужно начинать данные мероприятия еще, условно говоря, с детского сада, когда личность начинает только формироваться, чтобы ребенок уже к 14-16 годам, у него была твердая жизненная позиция, он знал, что хорошо и что плохо. Василий Иванов, Михаил Смирнов. Новости губернии.